Кирилл Никитин, контент-менеджер Могилевских ведомостей и студент 4-го курса историко-филологического факультета МГУ имени Кулешова. Участник ежегодного форума молодых журналистов убежден – будущее за интернетом. Да и мировая паутина – хороший старт карьеры. В портфолио уже не один за лайканный пост. Самый запоминающийся сюжет, конечно, произошел в Александрии, потому что это такая проверка, мне кажется, журналиста на профессиональную пригодность, когда мы работаем в плюс 35 градусов, когда у нас уже красные руки, и попутно мы бегаем с камерой и создаем репортаж с праздником. Мне это очень хорошо запомнилось. В качестве площадки форума наш город выбран впервые. Локация – студия телеканала «Бобруйск-360». Тема дискуссии – новое медиапространство, вызовы и возможности. Участники – студенты, репортеры со всей Могилевской области. Здесь же награждают победителей конкурса «Лучший информационный бюллетень». В лидерах – поликлиника номер 3, Бобруйские электрические сети, ТЭЦ-2, лесотехнические, механико-технологические и технологические колледжи. После официальной части в программе – краткий экскурс по Бобруйску. Первый в списке – «Красный пищевик». Участники форума знакомятся с работой предприятия в медийном пространстве. У кондитерской фабрики свой YouTube-канал, газета и аккаунты в соцсетях. Сегодня выбрана эта площадка не зря, потому что это самый яркий пример, не только в нашей области, но и в республике, такой интеграции всех, наверное, имеющихся СМИ. Даже не, наверное, и электронных, и печатных, и сетевое издание, и профессиональный коллектив, творческая работа, охват огромной аудитории. Поэтому вот медиахолдинг «Бобруйское житё» – это, наверное, является таким образцом для молодых журналистов. Следующая в списке – «Бобруйская синагога». Гости изучают жизнь общины изнутри. Возраст храма насчитывает уже более ста лет. Ещё одна достопримечательность – еврейский дворик – одно из самых популярных мест в туристических маршрутах. Уже после селфи на память настаёт время прощаться. Ньюсмейкеры встретятся снова ровно через год. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, «Бобруйск-360».